И всем привет, меня зовут Лена Крупина, а мы продолжаем обсуждать невероятные выходные с невероятными в кавычках трансляциями. Сегодня в видео обсудим итоги Кубка Вызова в Портимао, как там выступили гимнастки, кто стал фаворитом, откуда у Елизаветы Полстяной фингал и как прошел итальянский чемпионат. Единственный турнир выходных, где была хорошая трансляция. Ну и в целом мне очень нравится, как в Италии федерация занимается развитием гимнастики. У них всегда есть и качественные бесплатные трансляции без геоблоков для всех, крутые фоточки, всегда отчеты сразу после турнира, крутой Kiss and Cry, где видишь эмоции гимнасток и тренеров. В общем, хочется, наверное, чтобы у нас так было кайфово для зрителей и телезрителей. Но будем надеяться, что все к этому придут. Но давайте о турнирах. С 27 по 29 мая в Портимане или Портимао в городе Португалии состоялся мировой Кубок Вызова по художественной гимнастике. Изначально сюда была заявлена Баряна Калейн, но из-за травмы лодыжки она снялась с турнира и вместо нее была заявлена Магдалина Миневская. Итальянские гимнастки также не приехали на турнир, так как у них в стране проходил абсолютный чемпионат страны. Так получилось, что турнир в Портимао стал не особо звездным, но от этого интересным на результаты. Еще одним неприятным моментом стало отсутствие трансляции многоборья с Кубка. То есть на девочек мы могли посмотреть только в финалах отдельных фитах, а о многоборе судить по отзывам и оценкам. Но как-то так попробуем обсудить, кто и что завоевал и что ждать от девочек на ближайших стартах. Так золотую медаль в многоборе завоевала гимнастка Израиля Ади Асякадз. На предыдущем Кубке она уступила в многоборе гимнасткам Болгарии Екатерине Ведемеевой и Дарье Варфоломеев. На этом турнире присутствовала только Даша, и отрыв получился неплохой, даже несмотря на то, что у Даши на этом кубке получилось выступить чуть хуже. Однако, несмотря на победу в многоборе, Ади Асякадз назвать мировым лидером, наверное, нельзя, так как при участии болгарок и итальянок она сразу опустится ниже. Но никто не отменял традицию Айлет Зусман, которая любит усложнять упражнения, в том числе и прямо на соревнованиях. Так что будет интересно посмотреть, как Ади Асякадз выступит и на чемпионате Европы. Туда она заявлена на данный момент с четырьмя видами, а значит в сборной считается одним из главных лидеров, а чемпионат Европы состоится уже с 15 июня. Серебряную медаль завоевала гимнастка Германии Дарья Варфоломеев. От старта к старту она показывает, как высоко может забираться. И если после первого турнира было ощущение, что это случайность, то уже спустя пару-тройков стартов видно, что Даша набирает обороты и укрепляется в лидерах. Так, учитывая, что это первый год по сеньорам, а также что на Дашу сильно повлияла и российская школа гимнастики, уверена, это далеко не предел, и она может бороться и с более сильными соперниками за медали. Бронзовую медаль турнира завоевала болгарская спортсменка Ева Бризалиева. На данный момент она, судя по последнему чемпионату Болгарии, третий номер сборной. Но федерация Болгарии Еву очень поддерживает и пока не выделяет ее подругу по команде Стеляну Николову. Так, на чемпионат Европы они обе заявлены с двумя видами. Конечно, это еще может измениться, но, думаю, бронзовая медаль подобного турнира Еве на руку. Четвертое место заняла Эвита Грискинац, гимнастка США. После первого дня Эвита занимала третью строчку, но по булавам сильно проиграла по сложности Еве, и в итоге отставание составило почти два балла. Возможно, там были какие-то ошибки или потери, но, к сожалению, по многоборью сказать трудно. Пятое место заняла японская спортсменка Кита Сумире. Тоже далеко не все получилось в многоборье, думаю, Кита еще только набирает опыт по новым правилам, учитывая, какой она имеет за спиной опыт соревнований. Шестое место заняла еще одна болгарская гимнастка Магдалина Миневская, которая в последний момент соскочила на этот кубок и показала себя с очень хорошей стороны. По сложности она пока сильно уступает лидерам, но, небольшой спойлер, без медалей турнира она не осталась, а значит, есть шансы нарастить трудность и для медалей многоборья. Седьмое место заняла гимнастка Венгрии Фанни Пигницкий. Очень приятная гимнастка, и, честно, я ждала после смены правил от нее большего. Но, правда, если учитывать, что это еще только один из первых турниров для Фанни, и, насколько мне известно, она залечивала травмы, то, возможно, результаты повыше будут еще впереди. Все-таки в сезоне перед Олимпиадой в Токио она показывала себя очень хорошо. Ну и на предстоящий чемпионат Европы Фанни, конечно, заявлена с четырьмя видами. Восьмое место заняла еще одна гимнастка Венгрии Ханна Панна Вайснер. Гимнастка, про которую, мне кажется, мы особо не говорили. Ханна 2004 года рождения, очень симпатичная и пластичная гимнастка. Самое интересное, что для Ханны кумир в гимнастике Фанни Пигницкий, ее подруга по команде. И вот международный турнир, на котором Ханна поджимает своего кумира, уступив в многоборье меньше балла. Девятое место в многоборье заняла гимнастка Латвии Лизавета Полстяная. Булавы в многоборье совсем не удались. Оценку Лиза получила за них значительно ниже, чем за остальные виды. Отчего можно сделать вывод, что что-то явно не пошло. Ну и вопрос, который мне задали, что у Лизы с глазом. Кто не обратил внимания, под глазом у Лизы красовался большущий фингал. По словам самой Лизы, фингал ей подарил обруч перед опробованием и уточнила, что она ни с кем не дралась. Так что производственная травма без видеодоказательств. И ничего совсем страшного не произошло. Ну и десятку лидеров в многоборье закрыла Полина Березина, гимнастка Испании. В финалах отдельных видов в обруче золото у Ади Аси Кац из Израиля, серебро у Дарьи Варфоломеев из Германии и бронза у Евы Брязалиевой из Болгарии. Финал с мячом выиграла Дарья Варфоломеев, серебро у Ади Аси Кац и бронзу завоевала Лили Мизуна из США. В многоборье у Лили не пошел обруч, из-за чего она не смогла зацепиться за десятку лидеров. Финал с булавами выиграла вновь Дарья Варфоломеев, серебро у Ади Аси Кац болгарская гимнастка Магдалина Миневская. Причем отрыв от второго места оказался очень небольшим. Финал с лентой выиграла Ева Бризалиева, гимнастка Болгарии, серебро Алена Хилель из Израиля и бронзу Эвита Грискинас из США. В групповых упражнениях в многоборе золотую медаль завоевала команда Израиля. Они выиграли почти 2 балла у команды Испании. Отрыв небольшой, так что между командами еще явно будет борьба и на других турнирах. Бронзу в многоборе завоевала команда Польши. В финалах отдельных видов с пяти обручами Израиль выиграл золотые медали. Испания серебряная и команда Мексики завоевала бронзовые медали. Финал с мячами и лентами выиграла неожиданно команда Мексики. Серебро у команды Испании и команда Польши выиграла бронзовые медали. Пишите, кто вам понравился с этого турнира в Портимао и кто, думаете, из этих гимнасток сможет бороться за медали чемпионата Европы. Ну а с 27 по 29 мая в эти же числа в Италии прошел абсолютный чемпионат страны. По самому высшему разряду соревновались 12 гимнасток. В Италии есть особое разделение на группы и кто с кем соревнуется. Так эти 12 гимнасток выступали в рамках абсолютного чемпионата Италии Голд. Золото в многоборе здесь завоевалась София Рафаэли, даже не дав никому приблизиться к себе. И это учитывая, что были ошибки. Обошлось, конечно, без крупных потерь, но неточности и грязь преследовали по всем упражнениям. Удивительно, что София реально настолько выросла, что в своей сборной она уже ни с кем не конкурирует. Мне было бы реально интересно посмотреть, как бы София посоревновалась с той же Лалой Крамаренко или Алиной Горносько на международных стартах. Серебряную медаль завоевала Милена Балдасари, уступив чуть больше 8 баллов своей подруге по команде. У Милены также была грязь в упражнениях и потеря в обруче. Но в целом все четыре вида Милена прошла относительно хорошо, стабильно показывая высокие результаты и подтверждая звание в этом году второго номера сборной. Бронзовой призеркой стала София Мафиас. В первый день у нее вместе с Александрой Аджи-Джикулезе были одинаковые баллы. Но Саша помогла забрать медаль Софии. Правда, в итоге разрыв составил всего лишь две десятых, но это стоило Саше медали. А Александра Аджи-Джикулезе стала четвертой. И несмотря на то, как ее любят в Италии, как люблю ее я, очень грустно, что уже середина сезона, а она настолько нестабильна. Так в мяче Саша допустила две потери и одну из них большую за площадку. Этот момент мне прям напомнил мяч Арины в Дубае. А в булавах Саша тоже растеряла булавы. Сначала на мелочи, а затем допустила дорогую потерю с выходом за площадку. И в конце упражнения также была допущена потеря. В целом, если Саша раньше была лидером сборной и Милена с Софией пытались отобрать у нее лидерство, то сейчас, думаю, уже видно, что Саша за лидерство в сборной даже не борется. И сложно сказать, в чем именно дело. То ли в смене тренера, то ли в травмах, а может и еще в чем-то, в любом случае грустно, что у такой невероятной гимнастки все время что-то не складывается. Напомнила мне немного историю с Марией Титовой, которая была невероятной, но на соревнованиях чисто выступать не умела. В финалах отдельных видах все сложилось тоже максимально предсказуемо с первыми двумя местами. София Рафаэль завоевала все золото, а Милена Балдасари все серебро. Бронзовые медали за обруч и булавы забрала Джулия де ла Фелице. В мяче София Сидзжнано, а в ленте Александра Аджиджукулезе. Пишите в комментариях, кто вам нравится из сборной Италии больше всего и почему. И как думаете, сможет ли София завоевать золото чемпионата Европы? Ну а мы увидимся совсем скоро и не забывайте, что до чемпионата Европы еще состоится последний этап Кубка Мира в Пезеро в эти выходные. Так что июнь будет насыщенный. Ну и помните, что я вас всех очень сильно люблю и пока-пока!